Крепость Петра, ребята, и мы с вами на самой вершине Там вдалеке город по правую сторону Кабулети Ну а по левую виднеется Батуми Вот он Ну и сама крепость Точнее все, что от нее осталось А вот это холодильник средневековый, 6 век Группа туристов приехала скучных Но мы так не любим Мы любим какие-то интересные места, куда можно залезть неторопливо все как следует посмотреть Пока туристам там рассказывают, как здесь замечательно, мы здесь забрались на гору Передай привет, Сап И вот смотрим Здесь на верхушке крест такой стоит, ну и развальные Крепость 6 века, как я уже сказал Здесь все корабли, которые проходили, они вынуждены были платить дань местным джигитам, которые здесь, собственно говоря, обитали Многим это не нравилось, но тем не менее это приходилось сделать Крепость сейчас находится в таком довольно-таки печальном состоянии Но тем не менее интересно, здесь достаточно хорошая точка обзора Приехать сюда посмотреть на город, на море Кстати, море здесь очень чистое, прозрачно Вы там видели камни сзади меня Ну вот, это классно на самом деле Ну там дальше, там у реки, куда мы ездили, там самый классный пляж Вот мне очень понравился Помаши рукой Вот он, средневековый холодильник Какой подземный ход Здесь это, вино хранили, видишь, холодильник такой Он никуда не ведет А вот это оборонительный, как это называется Оборонительное дупло Через которое видно город Вот, вон он И он, кстати, вон там вот, за вот этим мостиком, чуть дальше Вот где-то вот тут, у реки как раз, где мы купались А вот мы спустились ниже крепости с левой стороны Что-то как-то сюда автобус с туристами не пошел А мы взяли, да пошли Здесь смотрите, какая красота Сорняки вот эти красивые растут И вот эта дорожка, я подозреваю, должна нас вывести прямо на берег моря Сейчас мы туда и пойдем Кладка, конечно, прямо-таки, скажем, не айс у крепости Но до наших дней шестого века сохранилась Значит, вроде ничего О, смотрите как, на море можно выйти Но, похоже, путь только для избранных, да? Вон замки везде висят Ну-ка А, не, смотри, открыто Кто ищет, тот всегда найдет Так, что-то у нас дальше Пальмы Может, это, конечно, территория частного дома какого-нибудь Но мы сейчас об этом должны узнать Надеюсь, нас собаки не сожрут в очередной раз Да, похоже, это территория частного дома, ребят Смотришь, как круто Человек живет в крепости Ладно, дальше не пойдем Тупримут нас Да, Сап? Пойдем В общем, ребят, что я вас призываю Никогда не останавливайтесь перед закрытыми дверями Не в прямом смысле, не в переносном Потому что именно за этой закрытой дверью Может оказаться ваша судьба Знакомца, встреча, которая может заменить всю вашу жизнь Итак, друзья, продолжаем наше путешествие Мы едем на Дедушкино озеро Заодно тут По пути нам попался арочный мост В селе Кабулетия Ага Ну, понятно, погуглите, в общем Вот здесь такая река Вот он, сам мост Молодежь, она везде купается Смотрите, какая вода чистая Рыбаки уйдят Собственно, вот сам мост Ну, такой вроде ничего Хорошенький Кстати, забыл сказать, что вот в этой речке Она, ну, на все Кабулете идет Водятся змеи, такие небольшие Но вроде как местные говорят ядовитые Они их убивают, когда видят Так что будьте осторожней Если что Надо отметить, что все местные достопримечательности Они находятся где-то вот рядом Буквально, может быть, 10-15 километров друг от друга Поэтому При желании, если вы поедете на машине И будете просто в каждый поворот заезжать Что-то-то интересное и новое Обязательно вы увидите Холодное? Ну вот, ребят, приехали Вроде как это называется Дедушкино озеро Почему оно называется озером Я пока не знаю Спрошу Вот, ну, вода такая хорошая Здесь вот она, кстати, тихая Может быть, поэтому называется озеро Вот дальше, видите, она опять ускоряется Ну да, ребят, похоже, это оно Потому что я что-то Поблизости больше ничего пока не наблюдаю Вот Собственно, не воспользоваться этим замечательным моментом Невозможно Пойду вот в этой тихой гавани Сейчас, соответственно, окунусь Покупаюсь Да, еще на легковом автомобиле На Дедушкино озеро лучше не ездить Еле оттуда выбрался Еще сейчас тему одну хочу вам показать Тут часто такое бывает, что Ты едешь по дороге, все зашибись Раз, а на следующее утро дороги уже нету Вот такая вот тема В порядке вещей здесь Ребят, мне подарили старинный духовой инструмент Зурна Я даже не знаю, что сказать Это какая-то прекрасная вещь Очень старая, судя по состоянию Да, на ней один дедушка играл Инструмент нуждается в реставрации Здесь вот не хватает муштука Еще такой должен быть муштучок Соответственно, звучание послушать Сейчас вот на ней поиграть нельзя Я почитал немного в интернете информацию Об этом инструменте Этот инструмент воодушевлял воинов На подвиги Эта дудочка Соскучилась по дыханию человеческому Но у меня есть Одна идея Которая позволит вам Услышать, как звучит этот инструмент Ну и немного вдохнуть жизнь В это замечательное произведение искусства Вот такой, ребят, нехитрый способ Мы сейчас используем акустическую чашу инструмента Чтобы вы услышали прекрасную музыку Звук whichever Я использую музыку Соск Murray Продолжение следует... 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 Продолжение следует...